Тема, на которой мы сегодня будем говорить, я назвал так, восстановление истинного смирения. Если бы я, наверное, слышал что-то более-менее адекватное насчет вот этого, я бы, наверное, это не говорил. Но так как мы употребляем слово «смирение» везде, то оно потеряло свой немножко сенс. И поэтому это то, что нужно восстановить. Окей, давайте сразу мы откроем, если кто имеет Библию и любитель все прослеживать, филиппийцам 2, 5, 8. Окей, Павел пишет. «Ваш образ мыслей должен быть таким же, как образ мыслей Иисуса Христа. Он по природе Бог не держался за равенство с Богом, а наоборот унизил себя. Приняв природу раба, он стал подобным людям, став по виду как человек, и вот с чего все начинается. Он смирил себя и был покорный до смерти, причем до смерти на кресте. Он смирил себя». Вот эта фраза говорит мне о том, что был период, когда Иисус, получается, был несмирен. Так, если Он от вечности был смирен, тогда что значит Он смирил себя? Я хочу понять, что происходит. В какой момент Он смирил? Ну, как бы фраза «Иисус был несмирен» уже как-то квадратная, да? Но написано, что Он смирил. Значит, что-то произошло. Давайте сразу мы о том, чем смирение не является. Смирением не является, когда от тебя вытирают ноги, когда ты никто, звать тебя никак. И говорят, смиряйся, брат, сестра. Или, например, кто-то через что-то проходит, какие-то сложные вещи, период. Ну, как бы, что за период? Ну, смиряйся. Дальше, чем от истины, наверное, ничего не может быть. Более того, ну, когда разговариваем между собой, вот тот человек, он как бы смиренный. Хочется задать вопрос. А по каким параметрам ты определил, что он смиренный? Я скажу даже больше. Никто из нас в этом зале не может квалифицированно оценить, смирен кто-то или нет. Это некомпетенция людей. Окей, что же такое настоящее смирение? Это то, что я, скажем, проанализировал, прочитал, много сопоставил мест и дал такое свое определение. Смирение — это позиция согласия с тем, что сказал о тебе Бог. Если ты проходишь через что-то, как понять, смирен ты или нет? Это допущено Богом? Если да, тогда ты должен пройти процесс, и да, это смирение. Если это не то, через что ты должен пройти, это сказал не Бог, а значит, ты не должен через это проходить, а значит, ты должен стать опять в позицию согласия с тем, что сказал Бог. Не все так просто, как обычно. Если бы было все просто, кто из нас не верит Богу? Ну, как бы все мы верим. Ну, или так считаем. Но, то есть я еще раз повторю, что смирение — это позиция согласия с тем, что сказал о тебе Бог. И вот дальше ремарочка. Независимо от твоих собственных чувств, обстоятельств и собственных мыслей, я бы добавил рассуждений, аналитического анализа. Вот я подумал и решил, что, наверное, ну, Бог сказал, мне дал какое-то откровение, ну, вот ситуация такая, и давай-ка мы откровение-то положим, ну, как бы мы его не отвергаем, но оно чуть-чуть будет, как бы, в стороне, мы будем двигаться вот так, как кажется правильным, актуальным, оптимизируем все. Но смирение, оно не зависит от твоих чувств. Если Бог сказал тебе что-то, если Бог сказал тебе что-то, Он не спрашивал, а теперь скажи, что ты на этого чувствуешь? Тебе нравится то, что я тебе сказал? То есть есть две обочины. То есть есть две обочины. Первое, я чувствую что-то или я не чувствую что-то. Это одно. И исходя из этого, мы начинаем движение. Никогда не двигайся из своих чувств. Если есть что-то самое ненадежное в твоей жизни, поверь, это твои чувства. Если хочешь свою жизнь сделать очень интересной, как горки, следуй своим чувствам. Будет очень-очень весело. Поэтому ты чувствуешь что-то правильно. Я ничего не чувствую. Я просто знаю, что на этой позиции, когда мне Бог открыл, я знаю, что надо идти туда. Во время того, как я иду, меня что только в голову не приходит. Но я не обращаю внимания на то, что приходит сейчас. Я возвращаюсь в то место, где я получил откровение и направление. И я иду. Это и есть смирение. То есть, по сути говоря, смирение — это верить Богу больше, чем самому себе. И вот тут есть проблема. Ладно, если дьявол. Ну, как бы мы знаем, как с этим бороться. Ну, если надо. То есть, он уже побежденная личность. Поэтому, как бы, там немножко другая стратегия. Вопрос в другом. Я знаю, как дьявола побеждать. У нас есть кровь, у нас есть крест. Он уже проигравший. Вопрос в другом. Не дьявол мне говорит, что это плохо. Я сам считаю, что в этом нету сенса. Вот где момент. С дьяволом очень все просто. Очень. То есть, одна минута. Просто говоришь «Иисус» и все. И он бежит просто от одного имени. Но что делать с самим собой? Когда Бог мне сказал, вот, идешь туда, да? Я подумал, поразмышлял. Там вообще-то стена. Как бы я через стены ходить не умею. Ты точно, Бог, ничего не перепутал. А Бог, как бы, вы заметили, что Он двадцать раз одно и то же не повторяет. Он как будто бы, ну. То есть, ты идешь и понимаешь стена. И что тогда делать? То есть, знакомая ситуация. Верить Богу больше, чем себе. Это значит, что я сам в данной ситуации не являюсь фундаментом и источником. А значит, я еще дальше чуть-чуть пойду. Где есть проблема? То есть, если мы читаем Библию немножко, смирение, оно всегда как бы противопоставляется гордости. Оно все вместе как бы идет. То есть, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. В чем разница, суть? Смирение. Я понимаю, что надо идти вот туда, в то направление. И я в то же самое время понимаю, у меня нет ресурсов дойти туда. Что говорит позиция гордости? Я знаю, что мне надо идти туда. То же самое мысль. У меня нет ресурсов идти туда, поэтому я туда не пойду, потому что это невозможно сделать. Смирение говорит то же самое. На данный момент все то же самое. Но смирение говорит, «Я не буду опираться на свои собственные ресурсы, и я делаю шаг, ожидая, что что-то должно пройти больше, чем я сам». Зависеть от Бога больше, чем от собственных представлений. Если мы просто задумаемся в нашем жизни, когда мы что-то получили от Бога, какую-то мысль, идею, что надо сделать, было что-то такое. Я знаю, что это полный идиотизм, то, что я сейчас буду делать. Но одно, что больше, чем весь, как бы, моя мудрость, это то, что Бог мне это сказал. И я беру, и как, ладно, ближний говорит, что я идиот. Я сам, как, я сам считаю, что я идиот, но я и беру, и это делаю. И самое интересное, оно работает. Почему? Потому что «мудрый» в кавычках человек опирается на свои собственные силы и возможности. Смиренный человек, он опирается на что-то другое. На не свои возможности, не на свои ресурсы. И заметьте, часто Бог не наделяет тебя ресурсами, и ты такой «о, я смогу теперь». И ты такой идешь, весь уверенный. То есть очень часто, давайте развеем то, чего нет. Вот этот твой путь, который ты идешь, это путь полон сомнений, неуверенности, страха. И это не есть от дьявола, это твоя борьба, твоих, тебя, твоего, скажем, откровения и Божьего откровения. Это абсолютно нормальный процесс. Но разница вот в чем. Несмотря на все это, я продолжаю следовать. Это и есть смирение. А то, что кто-то там сидит, как бы вот так вот, и чтобы, ну, не рыпаться, это ничего общего со смирением нет. Смирение, оно не базируется на ничем. Смирение, оно базируется на том, что сказал тебе Бог. Если тебе Бог ничего не сказал, то Он тебе ничего и не спросит. Все очень-очень просто. То есть, смирение, один из параметров, это зависит от Бога больше, чем от себя. Опять же, есть категория, что люди скажут. Но есть момент, я сам считаю. Словарь, то есть, я просто взял смирение, ввел в словарь, русский, английский, мне выбивает примерно одно и то же. То есть, смирение, значит, готовность подчиняться чужой воле. Вспомним Иисуса. Теперь более понятно, Ексиманский сад. Помним? Он смирил себя. Что это значит? Он был готов подчиниться чужой воле. А что было до этого? День, два, три года назад. Он был не готов? Было вот что. Он думал, что он готов. Разницу чувствуем? То есть, смирение — это не я думаю, что я готов подчиняться, смирение, я готов подчиняться. И я скажу так, наверное, один из параметров, как можно сам себя определить, делал ли ты шаги, которые кажутся тебе глупыми, но их сказал тебе Бог? Если да, поздравляю, ты на пути смирения. Если ты очень рациональный, у тебя все четко, ты молодец, ты уповаешь на свои собственные силы. а значит, ты лимитирован. Один из очень хороших примеров, наверное, лет десять назад я услышал, и он мне так сильно врезался в память, как простое понимание, что такое смирение. То есть, когда в основном писался Новый Завет, говорилось о смирении, это была Римская империя. И хотите знать, что имелось в виду в те времена, когда говорили о кроткий и смиренный боевой конь? Для меня это было очень интересно, и потому у меня еще, наверное, только-только, когда я что-то начал в этой жизни понимать, этот пример врезался, я хочу просто с вами поделиться. То есть, смиренного и кроткого коня называли того, который способен подчиняться наезднику, несмотря на то, что конь видит или переживает. Иными словами, когда и шли в бой, говорили, эти кони проверенные чем? То есть, что что-то значит. Могу ли я во время битвы и там какой-то огонь прыгнуть, перепрыгивать через что-то и прыгать в огонь? Имею в виду перепрыгивать через. Если конь не обучен, это означало, что вот тут и смерть. Но смиренный конь, он мог прыгать как бы в огонь, и не потому, что конь был самоубийца, как бы, да, а потому, что он был обучен этим вещам. То есть, вот это и есть смирение. способность подчиняться своему наезднику, несмотря на то, что сам конь считает об этой ситуации, даже если это огонь. Когда я пошел немножко дальше и начал смотреть, как их там тренировали, оказалось вот что. Я о боевых конях в те дни, когда они были боевыми. То есть, кроткий конь, первое, самое, номер один, что делалось, как их обучали, то есть, была задача, чтобы, то есть, номер один, преодоление естественного инстинкта лошади. Бегство от шума, запаха крови и суматохи движения. Иными словами, вы представляете, что, ну, тогда, то есть, если у тебя плохой конь, у тебя не враг, у тебя свой конь мог. Так никто не работал, поэтому вот кому даются благодать. Смиренным коням. Потому что не смиренным им даже ничего не дается, потому что я не знаю, что от него можно ожидать. Смогу ли я прихнуть с ним в огонь? Если да, тогда у этого коня великое будущее, потому что великие люди могут на нем ездить. Номер два, что обучали этих коней не пугаться неожиданных движений. Опять же, я про коня, но Бог работает с нами тоже. Боишься ты неожиданных движений? Страх. Страх — это чувство. не пугаться неожиданных движений вооруженного человека, бить и кусаться передом и отбиваться задом. иными словами, иными словами, я так подумал, ну, мэн, так это же, если по-простому, это навык. Ты не можешь быть, Бог, дай мне смирение, и я стал смиренный. как мне бить и отбиваться задом? Оно не приходит вот так вот. Это тренировка. То есть смирение, оно не дается вот так вот просто. Ты должен согласиться и тренироваться. Начиная с маленького, побольше, побольше. сначала будешь, сначала ты будешь думать, что ты чуть-чуть идиот. А потом, как Павел, я самый конченый, жалкий недоносок из всех, как бы, наверное, куда-то пошел и понял. Вот так, вот так оно. Окей, как? При всем этом, хотя мы и знаем, как оно примерно работает или, может, уже знаем, я понимаю, что есть враг, и у него есть тоже определенная стратегия. И было бы глупо говорить, вот так оно должно быть, хотя я знаю, что в жизни всякое бывает. Поэтому немножко дьявол это все знает. Он знает силу смирения. Он знает силу послушания. Мы много говорим о дарах, о талантах, о призвании, но я, наверное, не слышал о силе послушания. Потому что сила послушания, она вообще, вообще ничего не зависит от тебя. Она зависит от силы того, кто дал оригинальный приказ. Можете представить разницу? я надеюсь, что вы поняли разницу. Сила, исходящая из моей правильной позиции, и сила, исходящая от главнокомандующего. Это сила послушания. Дьявол знает, что у него есть проблемы, если оно будет работать так, как должно работать. И он не глупая личность. У него есть тоже определенные стратегии. и он не выходит тебя с рогами и говорит, ты знаешь, давайте я что-то другое предложу. У него есть определенные стратегии, на которые мы, как люди, ведемся. Он не предлагает тебе что-то, что тебе не надо. Он предлагает тебе то, что кажется тебе интересным. То есть, как оно происходит? Хотя я и знаю позиции Бога, но по разным причинам об этом мы поговорим позже, я корректирую детали, которые мне не нравятся или с которыми я не согласен. Хотя Бог и сказал первое, второе, третье, мы идем туда. Или идем в школу обучения коней вот туда. Ты подумал, проанализировал и решил не. Почему ты так решил? мы сейчас до этого доберемся. Но главная разница, в чем я хочу, чтобы вы поняли. Смирение я базирую на его откровении. Позиции гордости я базирую на самом себе. Поэтому, когда я начинаю включать логику в свой мозг, если я базирую только на себе и при этом знаю Божьи откровения, то есть у меня есть проблема, я буду мучиться, пока не выберу. Но как только ты выберешь, все мучения отходят. Пока ты думаешь, или я идиот, или нет, ты реально мучаешься. Когда ты уже принял, что да, я точно знаю, кто я, тогда там уже проблем нет. То есть, хотя Бог и сказал вот то и вот так, но теперь я перевожу, я прав больше, чем Бог. Бог не совсем знает мои ресурсы, Бог не совсем знает мой возраст, Бог не совсем знает, где я родился, Бог не совсем понимает, в каком обществе я нахожусь. Я не могу сделать то, что сказал мне Бог. поэтому я даже пытаться не буду. Зачем воевать с кем-то, кто сильнее тебя? Давай сделаем так, чтобы сильный человек даже не начал этот путь. Это позиция дьявола, то есть, он хочет дать тебе с самого начала те много мыслей, информации, чтобы ты проанализировал в своей голове и принял абсолютно нормальные человеческие решения, что это сделать невозможно, а зачем даже начинать то, что я знаю, мы не можем окончить. Библия очень четко это называет гордость. Если Бог сказал тебе что-то, Он точно знает, на что ты способен, а на что ты не способен. Можешь себе представить, давай я с другой стороны зайду, если Бог тебе сказал что-то, можешь представить, насколько Бог верит в тебя, что ты сильный, что ты даже способен сделать вот это. Может, с тобой идиом, кто я пророком для народов поставил, кого, меня. Бог знает лучше тебя, чем ты. Твоя позиция, когда ты уповаешь только на свои собственные ресурсы, это позиция гордости, это ты смотришь в Богу, знаешь, что Он тебе сказал, и говоришь, ты не прав. Бог противится вот этим вещам. Есть похоть плоти, похоть очей и гордость. Немножко это раскроем. То есть, если похоть плоти и очей она базируется против принципа Бога, порядка Бога, то гордость она базируется против личности всемогущего. Она говорит, ты не абсолютная власть. Я чуть-чуть абсолютная власть. Я абсолютная власть не над всем, но на вот этом я власть, не ты. Поэтому я буду слушать власть настоящая. перевод, как выглядит оно в духовном мире. Ты заявляешь, что ты Бог. Если ты уже посвятил свою жизнь Богу, это бунт. Хотя Бог и сказал что-то, но я прав больше. другой сценарий, но выглядит то же самое. Бог сказал что-то. Я как бы верю, но прошло 15 лет. И я как бы верю, но как-то уже не так. За 15 лет ничего не произошло. Чувствуете немножко другой, с другой стороны атака на то же самое смирение. Что ты будешь делать, если твое обещание не то, что там прогресс какой-то, 20 лет и ничего не происходит? Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Я заметил, что в нашей жизни ничто так сильно не бьет, как время. Как просто время. Когда тебе 15 лет, ты относишься ко времени по одному. когда тебе 50, чуть-чуть по-другому. Осознание того, что твое время лимитировано делает свою работу. Будешь ли ты продолжать верить? Иными словами, что в таком сценарии часто происходит? Я знаю, что это сказал Бог. Я долгое время ждал, я верил, я как бы думаю об этом, но сколько еще можно? Я не могу жить в мире иллюзий. Знакомо это такое понимание? Я знаю, я это не отрицаю. Бог есть Бог, я осознаю, но мне кажется, что-то не работает. Я просто, не то, чтобы я открыто против Него, я просто хочу нормально жить, не мучиться от того, что обещание никак не может запуститься. Это еще одна версия того, как дьявол атакует нас. С одной стороны. С другой стороны, знаю, фактор времени, обычно он, если есть награда за что-то, то чем больше этот период ожидания, скажем, зависимость времени, тем больше может быть награда. Гордость приходит от того, что мы зацикливаемся больше на внешних новостях и внутренних переживаниях. Гордость еще раз базируется на твоем собственном понимании ситуации. Видели аналитиков? Попробуем скажи. Ребята, все будет хорошо. У них там столько информации, что они не могут принять твое все будет хорошо. Твое все будет хорошо, говорит, что угадай, кто стал ты в их глазах. Иными словами, чем больше твоя в голове твоей информации, тем больше шанс, что ты не будешь верить Богу. Потому что ты очень хорошо понимаешь, как работает система. Заметили, да, что чем меньше ребенок, тем проще верить. Тем старше человек, больше накоплится информации, тем он более скептический и все в таком роде. Почему так происходит? Гордость базируется на твоем собственном понимании ситуации. А если там понимания много, ой, там платформа такая большая для гордости, ой-ой-ой. Самое интересное, что библейские школы, например, не гарантия того, что тебя приводят ближе к Богу. Очень часто, что делает библейская школа, она увеличивает твою платформу. И ты теперь больше знаешь, еще больше. Теперь ладно, там три человека редиски, теперь все редиски. Человек пошел в библейскую школу, да, и все стали редисками, скажем так. оно базируется еще раз на твоем собственном понимании ситуации. Я хочу тебе сказать, твое собственное понимание ситуации не есть абсолютная истина в этом мире. Это то, что ты должен понять, что есть что-то еще. Как следствие, ты не то, чтобы не веришь Божьим обещаниям или обетом, но зацикленность на чем-то еще стала для тебя более реальной. Вот где, вот я, по крайней мере, сталкивался с самым большим вот с чем. Бог сказал, я верю. Ну, как бы. То есть, я знаю, что это Бог. Я осознаю, то есть, ты меня спросишь, я знаю, что это Бог. Но столько много новостей прошло через мою голову. Особенно, если это, представляете, чтобы верить, тебе не надо ничего нового. Авраам, у тебя будет сын. Все очень просто. То есть, даже не надо ничего усложнять. То есть, чтобы верить, вот надо просто верить в один пункт. Но каждый день нам приходит так много информации, что этот один пункт просто теряется в этом море событий. Этот один пункт остается одним пунктом. А новостей 30 пришло. И это только за сегодня. Спроси меня, что у меня было вчера, так я тебе расскажу. Ну, знаете, мы любители рассказывать истории, что мы прожили. Особенно, если при этом я жертва, так там вообще бесконечность. Весь все редиски, как бы, все редиски. Один я красавчик, аллилуйя. Как вообще эти люди могут находиться со мной, не знаю, я выше всего этого. Ну, я жертва, как бы, но все равно. Я-то красавчик, а не редиски. И по-другому быть не может. Потому что я выбрал быть жертвой. А значит, виновата кто-то другой всегда виноват. Я никогда не... Это не про меня. Я один из тех, кто не возьму на себя ответственность. Никогда. Это мое решение, я твердо решил. Зацикленность на чем-то еще стала более реальной. И мы словами просто подумай, сколько в твою голову приходят информации каждый Божий день. Если ты просто подумаешь, я знаю, что это Бог, такое количество информации приходит, постоянно обновляющаяся, и постоянно, самое интересное, долбят одну и ту же информацию, ну подожди, но если 30 раз кто-то сказал, что вот это истина, что оно стало более истиной, Бог сказал один раз. И вот ресурс номер два тоже сказал один раз. Окей, ресурс номер два сказал еще 50 раз, от этого что, оно становится больше истиной? Каким-то образом да. Почему так происходит? От того, что я 50 раз услышал то, и один раз это, истина есть истина, она не базируется на многократном повторении. Иными словами, если я 50 раз услышал об этом, для меня это становится более реальной. А сейчас очень внимательно тонкая грань. Для меня то, что Бог сказал, это реально. реально. Но вот это для меня более реально. Не потому, что это хуже, лучше, потому, что это всегда на виду, это всегда крутится, всегда это лента. Это для меня стало более реальной. А теперь очень запомни такую вещь. Ты всегда веришь тому, что для тебя кажется более реальным. Я надеюсь, вы уловили только вот эта мысль должна уже много чего в твоей голове поставить. А теперь в тему. процесс смирения это отказ от того, что тебе кажется реальным, логичным и мудрым. И принятие того, что сказал тебе Бог. Иисус в Евсимании что тебе кажется логичным? самым правильным. Ты знаешь волю Бога, но почему твоя голова мысли крутится так, как избежать вот того и что-то придумать, обходнее какие-то пути? Это процесс смирения. Это отказ от того, что тебе кажется реальным. Я, наверное, скажу так, из всех битв, которые тебе когда-либо предстоит сразиться, это будет самое тяжелое, потому что ты должен противостоять против того, что тебе кажется реальным. И принятие того, что сказал тебе Бог. Не потому, что оно более лучшее или более реальное, а потому, что именно Бог сказал тебе это. Я принимаю и стою в позиции смирения не потому, что лучше, хуже качество, некачество. Опять, это моя голова начинает анализировать, а потому, что я распознал источник, кто мне это сказал. А дальше, если бы он сказал залезть на банан и трусить его, так я бы делал. Что-то сказал бы другое, было бы и так. Я зацикливаюсь не на самом откровении, а на источнике откровения. Еще раз повторюсь, если ты подумаешь разница смирения и гордость, смирение базируется на главнокомандующем, гордость на тебе самом. строй свою опору не на сказанном, а на источнике. Это процесс смирения и это самое, что не есть, настоящая война. Дорогие, это самая настоящая война. Мы думаем, где-то там происходит война. Вот есть два уха, левое и правое. Вот между ними и происходят самые ключевые боевые действия. Давайте мы откроем еще одно место из Библии, 2 Коринфянам 10, с 3 по 6 стих. Окей, дорогие, вы что-то вообще для себя берете? Аминь. Если тебя смущает, что ты идиот в своих глазах, не переживай, это все по-библиски. Павел говорит, я не сужу никого, я и сам себя не сужу. Иными словами, этот человек что-то знал, что позволяет ему, я даже знаю, что я идиот, и я даже на это не обращаю внимания. Все нормально. Я у себя никакого мнения, я знаю, какого у себя мнения. Окей, что здесь написано? Второй Коринфянам, десятый раздел, с третьего по шестой стих. Хотя мы и живем в этом мире, мы не воюем так, как этот мир воюет. Мы сражаемся необычным оружием на оружием Бога. Опять война, смирение. Я сейчас в этом контексте. Я не о том, что кто, что, как. Я о том, что ты, и только ты знаешь, что это. Твой сосед даже не знает, что у тебя происходит в голове. Что это за оружие, которое надо для моей головы? Кровь, так я знаю, что я прощен. То, что я верю, что я прощен, не говорит о том, что я верю в то, что сказал обо мне Бог. То, что я верю в силу Христа, что Он спас целый мир, не значит, что я верю, что Он это сделает специально для меня сейчас. Это немножко разные вещи. Так что же это за оружие такое, что помогает мне восстать из праха и опять начинать верить Богу? Мы сражаемся необычным оружием, но оружием Бога, которое способно разрушить самые неприступные духовные твердыни. Опять твоя война против твоих собственных мыслей, которые кажутся тебе такими родными, такими реальными, которые часто тебе стоили много. Павел пишет, мы как раз против этих мыслей, которые ты даже не думаешь, что они твои враги, они те самые настоящие враги, которые способны разрушить самые неприступные духовные твердыни. Почему я верю, что человек может поменяться вот так? Потому что Библия об этом пишет. Как только человек соглашается с тем, что он не является абсолютной истиной и принимает то, что Бог абсолютная истина, вот так твердыни падают. И я верю, что это происходит именно прямо сейчас. Которые способны разрушить самые неприступные духовные твердыни. мы опровергаем доводы и опрокидываем все надменно воздвигаемые препятствия против познания Бога. Воздвигаем надменно воздвигаемые препятствия. Бог сказал мне что-то, я проанализировал, я понял, я решил, я сказал, ты не Бог, я Бог. Библия четко об этом говорит, все препятствия. У Бога есть в арсенале все вещи, которые надо, чтобы ты сам понял, что ты не есть Бог. Мы берем в плен каждую мысль. Очень интересный топик. Если есть какие-то, которые нам надо каждый день, вот я хотел бы знать больше именно об этом. Как мне брать в плен мои собственные мысли? Слушай, если твои мысли такие классные, и ты очень классный человек, зачем Писание говорит, что надо впрать в плен не сатану, а твои собственные мысли? Это не мысли насчет соседа о тебе, это твои мысли насчет себя. Павел говорит, ребята, надо взять в плен. Вы знаете, какое отношение к пленникам? У тебя должно быть точно такое же к определенным твоим мыслям. Они воздвигаются против Бога, против познания. Можете себе представить, Библия пишет, Авраам, он познал Бога как того, который способный даже воскресить из мертвых. Помните, да, есть такое место? Да. Можете себе представить, если бы не было Исаака, он бы никогда не познал Бога, воскрешающего из мертвых. вот Бог хочет тебя провести через что-то в этом, что открыть себя как Бога. Но вот эта категория мысль, она не способна даже дать тебе возможность сделать первый шаг. Иными ислама, ты даже не стал на процесс того, что Бог тебе откроется завтра и послезавтра, потому что ты решил не идти туда, ты решил вообще не идти. Вот это категория, которая опрокидывает все надменно воздвигаемые препятствия против познания Бога. Можете представить, твои мысли, они лимитируют не только сегодня тебя, Бог думает о твое завтра и послезавтра и знает, что твоя мысль сегодня, она не даст Богу проявиться в твоей жизни завтра и послезавтра. Поэтому Бог противится. Он противится. Он хочет дать тебе и показать себя, но он противится определенной мысли. У него очень серьезный конфликт. И он прямо сейчас поднимает твое понимание, что эти мысли не только враги Бога. Они должны стать твоими врагами персональными. Мы берем в плен каждую мысль, чтобы сделать ее послушной Христу. Мы готовы наказать всякое непослушание, как только ваше послушание станет совершенным. Послушание. Все включается, как только ты начинаешь с послушанием. что это за оружие такое? Окей, на этот момент я понял. Ну, я так точно. Что есть мысли, которые не пускают меня дальше. Это я понимаю. В то же самое время понимаю, что они логичны, они правильны, они такие, как... Это мои мысли. То есть они не демонические, они просто базируются на мне самом. Но я не могу. Вот тот просто я все понимаю, но я не могу это сделать. Слышали, да, такой? Я все знаю, я понимаю, и я не могу. Не можешь простить, не можешь сделать шаг, рискнуть, закрыть рот. Просто не могу. Можешь. 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 Просто это что-то стоит. тебе не будут аплодировать за эти движения. Это просто для тебя. Один очень простой пример. Приходит атмосфера, Бог что-то мне говорит, я что-то записываю, через два часа я уже думаю, это вообще Бог сказал? Что это такое? Это оружие, которое Библия описывает. Мы сражаемся не вот тем оружием, а вот этим оружием. Одно из атмосфер. Можешь я себе представить? Вот, я смотрю, и мне кажется это стопроцентным реальным, я знаю, это Бог, я готов все отдать, подписаться. Два, не месяц, два часа. я как бы записал? Ребята, так это я записал? А если б я не записал? Почему эта вещь кажется мне реальной? Это не кажется реальным. В какой атмосфере ты есть, то тебе и кажется реальным. Это оружие Бога. Это не человек и ничего общего не имеет. И это не надо церковь, это не надо воскресение, это твоя тайная комната. Вот там, там сделай для себя сам атмосферу. Если есть минимальные требования христианства, чтобы тебе успешно функционировать, можешь ли ты создать сам для себя атмосферу? Если можешь, ты можешь сделать реально вот то, что было 20 лет назад, если ты не можешь это сделать, или у тебя время от времени, или нет времени, давайте я не буду, нет времени для Бога, ты сошел с ума. Ну и варись тогда в этой атмосфере, не хочешь инвестировать в ту, пускай будет беспокойство, страх, и весь, весь, весь букет добро пожаловать. И 300 раз говори Богу, Бог, почему ты ничего не делаешь? Потому что ты ничего не делаешь. Рожие это атмосфера. Как только вышел атмосферу, те же откровения уже не кажутся тебе такими. Они есть, но они уже какие-то не такие. Умей поддерживать атмосферу. оружие это атмосфера. Какие настоящие враги? Настоящие враги, которые у тебя в голове. Это фантазии, это отношение к чему-то, это мысли и это аргументы. Почему это возможно или невозможно? Почему стоит и не стоит? Все аргументы, которые Бог сказал вот так, все твои аргументы против. Давайте я так скажу, и это называется колдовство. Поэтому, если вы в Коринфянам читаете, там как раз непослушание и послушание. Как то, что ваше послушание включается, мы сразу же разбираемся с другими вещами. Потому что непослушание есть то же самое «Вот ты мне и скажи, я узнал Бога, я в атмосфере был, через два часа, что я выберу? Послушаюсь я этого или не послушаюсь?» Оно может так не кажется, но намного серьезнее. Враг атакует тебя так и тем. Самое опасное оружие это то, которое ты не видишь. я не хочу больше, но я точно знаю, о чем я говорю. Бог хочет восстановить твою веру в то, что Он уже сказал тебе. Он не хочет адаптировать тебя к сегодняшнему дню. Он хочет вернуть тебя обратно в то откровение и в ту атмосферу, где Он тебе уже сказал, и восстановить твою веру в то, что Он уже для тебя сказал. Несколько очень простых примеров, как оно работает. Когда я начал изучать, думать, мэн, так это же Библия полна вот этих вещей, которые вот я получил от Бога. Я верю, верю. Потом что-то происходит, и я знаю, что это от Бога, но я уже не верю. Я не против Бога, но оно мне не кажется реальным. Я не хочу продолжать. Я хочу пусть лучше все сегодня закончится. Я не хочу идти в том направлении. Оно мне не кажется верным для меня. Помним Иисуса, да? Иисус, Он может да, может нет, и в Семанский сад. То есть были какие-то вещи, и там была война. То есть там была реальная война. Но давайте я так скажу. Сейчас я немножко перехожу в более сжатый момент. Я хочу сейчас очень направить в то, что есть вещи, которые в твоей жизни первостепенные. Иными словами, ты был рожден для этого. Это не то, что ты сделаешь походу, это цель номер один в твоей жизни. Ты на этой планете по одной главной причине. И в разные периоды разные люди были атакованы и перестали верить в свою главную причину. Или, так скажу, была серьезная война насчет этого. То есть не все они не стали верить, но на всех была атака вот этого уровня. Первый, Иисус. Господи, может, не вот так, а вот так, но о нем самом написано, что Агнец закладный прежде создания мира. Он это не знал? Знал. Но была... Вот вы мне скажите, какая Иисуса была самая большая война? Не за вот тот номер два, номер один. Он есть Агнец. И за это была самая настоящая война. Мария, Мать Иисуса. Ангел приходил? Приходил. Пророчество было? Было. Прошло... Я не знаю, непорочные зачатия, если какие-то еще знамения должны быть. Я... Ладно, если бы Иосиф. Мария точно знала, что, ну, что как бы так не происходит. Наверное, что-то есть. Проходит тридцать лет, и она называет своего сына того самого безумным. Что это такое? Иоанн Креститель, он был точно откалибрирован. Он говорит, вот Агнец закланный, я недостоин. То есть, если кто-то и был абсолютно точно настроен, вот он. То есть, это для меня, скажем, пример. Распознать, стать в правильную позицию, и при всем том, что тебе дано, указываешь. на него проходит еще немножко времени, это не 20 лет, это буквально вот, вот. Пойдите к нему, спросите, он ли тот? Ты отказываешься от своих собственных слов, которые сказал два года назад? Не отказываешься, но есть что-то, у меня война, мне нужно что-то. Илья, вот он когда-то, не вчера, сегодня огонь сошел, весь Израиль привел обратно к Богу. Два часа назад, сегодня все, я закончил, я больше не могу. Что это? сейчас, я говорю, это атака на твою первостепенную цель на этой земле. Первостепенной. Авраам, мы сейчас про него больше скажем, но интересно Библия описывает, что он твердо стоял в вере. И я задаю вопрос, вот тому человеку, который этот писал, если он твердо стоял в вере, то откуда появился Измаил? Твердый ты мой непоколебимый человек. Можете себе представить, дьявол не смог заставить Авраама не верить Богу, но ему удалось перенаправить Авраама. Теперь не Исаак, теперь Измаил это окей. Галатам целая церковь были в этом. Написано, что о глупые галаты, кто околдовал вас? Вы, которые начали духом, два часа назад все было прекрасно, сейчас оканчиваете чем? Недемоническим вашими собственными ресурсами. Что это такое? Это атака. Давайте вспомним Петра. Опять пример за примером. Я как начал смотреть, и меня просто Бог коснулся одним определенным местом, которое я не буду открывать, но идея такая, Марка 16, 7. Иисус говорит, когда Он уже воскрес, пойдите, скажите ученикам, включая Петра, что Я буду той, той, третий. Иными словами, Петру нужно было услышать, что Он все еще продолжает быть учеником Иисуса Христа. Скажите, если брать первостепенные функции Петра, дьявол не атаковал никого Петра, если бы Петр остался вот там, что Я уже не достоин быть с Иисусом, Он бы никогда не открыл себя, как тот, который первый, на чем церковь начала свое, то есть Он запустил это все. Дьявол не сможет атаковать уже тебя там, она сможет атаковать тебя здесь, когда я еще думаю, ученик я или нет. Поэтому сам Иисус, вот эти категории вещей, если мы вспомним Иоанн, Илья, Петр, сам Иисус вмешивается в это и хочет коснуться, чтобы опять возродить твою веру, опять возродить в то, что ты когда-то верил, то, что сейчас тебе не кажется, Илья, тебе сейчас так не кажется, Петр, тебе сейчас не кажется, Иоанн, есть сомнения, Иисус хочет возродить, и Он лично вмешивается в эти все вещи. никто сам Бог только именно то есть я сейчас говорю об этой специфической откровении Бога о твоей первостепенной вещи, которой Бог сказал, что-то происходит, разные бывают вещи, но ты уже сам думаешь, Бог хочет именно это восстановить. Никто другой не имеет доступа к этим глубинам и желаниям сердца. Можете себе представить, если бы Бог не сказал, я бы даже не желал. Можете представить, простой рыбак, Иисус ему говорит, вот ты будешь ловить людей, на тебе будет строиться церковь, ты будешь тот, который дашь этот толчок, ты будешь ключевым лидером вообще, не просто в той церкви, в этой церкви, вообще всего движения. Поэтому сам Иисус это категория веры или неверия, которые сам Бог дал, и это очень глубокие вещи, это не то, что насчет того или этого, это то, почему ты на этой земле, Петр, Илья, Авраам, это то, Иоанн креститель, ты не сам по себе, ты потому, что ты очень хороший, качественный указатель. Идеал пытается атаковать именно вот эти вещи основные. Мы перестаем очень часто не только верить, но и желать. Это не столько глубокое желание, что твой мозг очень часто не может понять. Петр в состоянии до смерти Иисуса Христа не может понять свою роль. То есть это глубинное желание, первопричина существования твоя, которая вложена от тебя от начала. Когда Бог говорит что-то тебе, оно активирует что-то, что уже вложено внутрь тебя. И Бог хочет восстановить это. Последнее я хочу уже закругляться. Давайте прочитаем некоторые моменты об Аврааме, римлянам, четвертый раздел. Мне иногда нравится, как Библия описывает Новый Завет о чем-то и Старый Завет. Когда ты читаешь вот это герой веры, самый настоящий, а когда ты описываешь через что этот герой веры проходил в бытие, то ты думаешь о мэн, это герой веры. Окей, Авраам римлянам 4, 13. Ведь не через закон Авраам и его потомки получили обещание, что им будет отдан наследство мир, а потому что они были праведны веры. Если бы наследники Авраам были те, кто возлагали свои надежды на исполнение закона на сами себя, то вера была бы напрасной и само обещание было бы бездейственно. Ведь нарушение закона вызывает гнев, но где нет закона, там и нет преступления. Итак, вера нужна для того, чтобы обещание было по благодати и чтобы оно было действительно для всех потомков Авраама, не только для тех, которые возлагают свои надежды на исполнение закона, но и для тех, у кого есть вера, подобной вере Авраама. Он отец всех нас, как написано, я сделал тебя отцом множества народа. Он отец наш перед Богом, который он поверил, он поверил, перед Богом, оживляющих мертвых и говорящим о том, чего еще нет, как будто оно уже есть. Ведь когда не оставалось никакой надежды, вот этот момент, ключевой момент, нет никакой надежды, Авраам все-таки поверил, и поэтому он стал отцом многих народов. Авраам поверил, и стал отцом многих народов. Если ты хочешь знать, какая у тебя будет самая большая награда за твою жизнь, за то, что ты продолжаешь верить. Не за то, что ты продолжаешь делать или сделаешь, а за то, что ты продолжаешь верить. его вера не ослабела. Но это мы сейчас еще разберемся. Но Библия описывает, что не ослабела, хотя он и понимал, что его тело почти омертвело, ведь ему было около ста лет. Более буквальный перевод звучит, что он не принял во внимание свое собственное тело. Окей, и самое последнее место, то есть это, так как Новый Завет описывает жизнь Авраама, как красавчика. Бытие 16, 16 глава, 15 стих. Давайте из 15 Агарь родила Аврааму сына, и Авраам дал сыну, у которого она родила, имя Измаил. Дальше вопрос цифр. Будем внимательны. Аврааму было 86 лет, когда Агарь родила ему сына. Дальше. Когда Аврааму было 99 лет, появился Измаил, с момента, когда он появился, по сути, в жизни Авраама библиописов ничего не происходило. 13 лет все, что происходило, это новости о том, как рос Измаил. Можете себе представить? Авраам сам уже не хотел ничего больше. Как это не хотел, так он не ослабел вере. Если бы было это так, тогда дальше не написано было бы следующим. Иными словами, 13 лет это стало реальностью. Это стало реальностью. он привык. Он уже не хотел и не желал. Когда было Аврааму 99 лет, Господь явился ему и сказал, «Я Бог твой всемогущий». Чувствуете, как начинает возрождать, с чего начинает Бог? Я всемогущий. Я Бог. Не ты Бог. Мне все равно твой анализ к тому, кому сколько лет, что у кого работает, что у нее работает. Бог это я. Я заключу мой завет между мной и тобой и дам тебе многочисленное потомство. Потом пошло определенное Бог продолжает говорить, говорить обрезание. И вот 15 стих. Бытие 17-15. 18-15. Если у вас есть еще сила, энергия, то я сейчас призываю вас собрать все, потому что это то, почему я здесь. Если вы хотите, что я хотел этим всем сказать? Вот что. Еще Бог сказал Аврааму, что касается Сары, жены твоей, ты больше не будешь называть ее Сарой. Ее имя будет Сар. Я благословлю ее и дам тебе сына от нее. Я благословлю ее так, что она станет матерью народов. Цари народов произойдут от нее. Авраам полниц рассмеялся и подумал, родится ли сын у человека, которому сталь сто лет. Римлянам описывает он не поколебался в вере. Родится ли сын у человека, которому сто лет? Родит ли ребенка Сара, который уже девяносто? И он сказал Богу, хотя бы Измаил был жив и благословен тобою. Есть реальность. Есть реальность этого мира и есть реальность того, что сказал тебе Бог. если по разным причинам у тебя не было возможности поддержать атмосферу, это угасание, это не вопрос может, оно точно стало для тебя обещанием, но не очень реальным. Вот эта реальность стала для тебя больше. И ты не потому, что не веришь в то, а ты веришь в это. И тебе окей, твой Измаил, и все нормально, и я как бы счастлив. Но я же сегодня сказать одну простую вещь. именно Сара, жена твоя, родит тебе сына. То, что Бог обещал, он никогда не планировал иметь дело с Агарио. Измаил это не то. Он для него свое место, и он вообще как бы вопрос, откуда он, почему. Но Бог хочет благословить, опять же, я еще раз повторю, Бог хочет иметь дело и явить себя и показать тебе не вот сейчас, а вот там в процессе. Но чтобы процесс начался, ты должен поверить и сделать первый шаг. Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына. Своими словами, сам Бог приходит каждого к Ильи, к Иоанну Крестителю, к Петру, к Аврааму, и начинает воскрешать то, что было изначально. Когда Бог приходит, Он приносит не только те же слова, те же слова без атмосферы не работают, Он приносит вместе с собой атмосферу и говорит, продолжаешь ли ты мне верить так же, как и тогда? Если да, заметьте, Он не обличает, но Он очень четко говорит, именно Сара, Он адресует эти все вещи, эти сомнения, и Он говорит, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына. Что есть истинное смирение перед Богом? Это согласиться с тем, что сказал тебе Бог и верить несмотря ни на что. Аминь? Аминь. Давайте мы помолимся. Дорогие, есть что-то, что не открывает ни один человек, что нету доступа ни в одной личности. Есть что-то, что Бог в тебя вложил и Он никогда не собирался отдать свое эксклюзивное право для чего-то. Он не принимает никаких аргументов, почему Бог всемогущий не может сделать. Он не гневается, Он любит. Именно поэтому Он опять и опять хочет прийти в тот момент и сказать, я Бог твой, ходи передо мной, свято. Я собираюсь благословить тебя. Все, что было до этого, это было хорошо, но все только начинается. начало истории, я Бог Авраама, Исаака и Якова. У меня есть большие планы, я не Бог Измаила. Он не Бог благослов... Измаила. И хотя ты, ходишь в благословении, Бог благословил Измаила, но Он никогда не собирается заключать завет с Измаилами. Разница в чем? Измаил и Исаак оба благословенны. Разница вот в чем. Завет. Именно в Исаака есть завет с Богом. Измаила только благословение. Бог хочет возродить твое желание опять. Это то, что Он сказал тебе 13 лет назад, 15 лет назад, 2 часа назад. Это должно стать реальностью. Это должно стать реальностью. Друг Святой только один, только ты один можешь сделать прийти туда. Ты сказал, что ты обличишь, ты наставишь и ты напомнишь всякую истину. Это невозможно откровение, что именно Сара невозможно без атмосферы. Я уже 300 раз пробовал и Сара не работает или я не работаю. что-то точно не работает. И я перестал надеяться, я перестал пробовать. Всякая попытка приносит мне боль. Всякая попытка приносит. я просто изолировал себя не от обещаний, не от боли. Я настолько возложил надежды и обломался, я больше не хочу туда. Это как для Иакова Иосиф. Он точно знал, он складывал все в сердце, но пришел момент, Иаков знал, его будущего нет. Иосиф, его сын возлюбленный, он уничтожен. Вместе с Иосифом Иаков ушел на много-много лет в депрессию. Но Бог возрождает Иосифов. Бог возрождает Иосифов. Если я не ошибаюсь, прошло именно 13 лет или около того, когда Авраам увидел, когда Як увидел своего Иосифа. Твой Иосиф, которым связано твое будущее, он жив, он есть. Бог просто возрождает, хочет дать тебе новость. Ничего не умерло. Я тот, который воскрешаю из мертвых. Я тот, который даю. Я тот, который не меняюсь. Череда событий не отменила моего обещания. Я тот, который сказал, ты станешь отцом множества народов. Я заключу совет с тобой и вот с тем направлением. Мы осознаем твою нужду Дух Бога. Мы осознаем твое, что только ты касаешься наших сердец, наших глубинных желаний. Возрождаешь их опять и опять. Ты просто стимулируешь нас опять верить, опять надеяться, опять возродить то, что было когда-то в подростковом возрасте. Это когда-то казалось реальным, но сейчас кажется таким нелогичным. Но Он Бог. И ты наш царь. Ты, который родил нас и делаешь специально для нас. Ты делаешь не для всех. Ты делаешь именно специально для меня. Ты способен. У тебя достаточно ресурсов. И я тебе сегодня говорю, я выбираю верить. Я выбираю стать и принять эту позицию смирения. Верить тебе несмотря ни на что. воскреси нас, восстанови нас. Пускай придет твой порядок и твоя жизнь. Во имя Иисуса. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok